Всем привет! Я Павел Маслов и мы продолжаем решать задание номер 12. В этом видео поговорим про производное произведение, дроби и производную сложных функций. Решим 4 таких примера. Смотрим на первую формулу. Если функция представляет из себя произведение двух функций f умножить на g, то производная находится по формуле fGG плюс fGG. То есть производная первой функции умножить на вторую, плюс первая функция умножить на производную вторую. Кто-то в школе учит эту формулу как у на v, это та же самая формула. Смотрим как это работает на этой мере. y равно x квадрат умножить на сила с x. То есть y это произведение функции x квадрат на функцию синус x. Для себя можно подчеркивать, что одна функция f, другая g. И находить производную по формуле. y штрих сначала идет f штрих. Значит производная от x квадрата 2x. умножить на g, на функцию заменения синуса. Плюс f, без заменения функции x квадрат, умножить на g штрих, производная от синуса косинус x. То есть у нас получается вот это g, это g штрих. Это f штрих. И именно так нужно делать все, что получается аккуратно по формуле. Но надо понять, что принципиально неправильно делать как для суммы. Вот когда у нас была сумма функции x квадрат плюс сумма x, мы берем и находим производную по отдельности. 2x плюс косинус x. Это верно. А если у нас вот здесь тейп произведения, то написать 2x умножить на косинус x, это ошибка и совсем неправильно. Это неправильный вариант. Делать нужно именно по этой форме. Смотрим на номер 7, которая с ее помощью решается. Так, y равно x умножить на корень из x минус 3x плюс 1. И нужно найти точку минимума. Можно делать и по-другому. Но пока мы тренируемся входить в производную от произведения. А у нас как раз и есть этот случай. У нас x, одна функция, умножена на корень из x, другая функция. Чтобы найти производную, мы пользуемся формулой. y штрих. Сначала f штрих. Производная от x, единица. Множить на жердие изменения, на корень из x. Плюс f, то есть x. Множить на производную от корня из x. Помним, что это 1, деленное на 2 корня из x. Ну и дальше дописываем. Минус 3 плюс 0. Минус 3 плюс 0. Можем еще раз все почерпнуть. Это f-стрит. Это f. Это g. Это g-стрит. Производную найти получилось. Теперь нужно решить уравнение, когда производная равна 0. Я советую тебе поставить паузу и хорошенько над этим уравнением самому подумать. Теперь проверяем, как это можно делать. И опять же делать можно разными способами. Корень из x плюс x, деленное на 2 корня из x, минус 3, равно 0. Такое уравнение. Можно делать по-разному. Можно все умножить на корень из x. Можно повести к общему напоминателю, замножив на корень из x, там где не хватает. Но в любом случае, в таком-то этапе придется воспользоваться таким фактом, что x на корень из x можно разделить. Ведь x это корень, умноженный на корень. Корень из x на корень из x это как раз x. И когда мы на корень из x делим, у нас один корень сокращается, корень из x остается. Или подумать по-другому, что когда у нас корень из знаменателей, мы от него избавляемся, избавляемся от прирациональности, обнажая на корень знаменателя. Тогда у нас получается x в корне из x, а знаменатель корень на корень просто x. Иксы сокращаются, а корень из x тоже самое остается. Вот как раз такая ситуация у нас здесь в среднем слагаемом. x на корень из x делится, и корень из x остается. То есть это корень из x плюс 1 вторая корень из x, минус 3, равно 0. Теперь стали подобные слагаемые. Корень из x плюс половинка корня из x. Мы их складываем, домножим на 2. 2 вторых корень из x плюс 1 вторая корень из x, 3 вторых корень из x, минус 3, равно 0. Такое уравнение уж как-нибудь и дорешаем. Мы все поделим на 3 и умножим на 2, чтобы от двойки знаменательны избавиться. Останется у нас тогда корень из x, минус 2, равно 0. Или просто корень из x равен 2. Корень из какого числа равен 2? Из 4. Ну, либо мы возвели левую и правую часть квадрата, или в любом случае получается x равен 4. У нас получилась одна единственная точка, которая в производной равна 0. Сколько у нас в задании спрашивают, найдите точку минимума. Точка 1 и четверку мы в любом случае напишем в ответ. Но все равно тренируемся и убеждаемся в том, что это действительно точка минимума. Мы на оси x отмечаем точку 4 и хотим посмотреть на знаки производной, y'. Брать какие-то числа и подставлять в производную. Куда-нибудь сюда. Удобно брать числа такие, чтобы из них извлекался корень. Например, отсюда возьмем 9, отсюда возьмем единицу. 9-ку единицу подставляем в производную, считаем, с правой стороны получится плюс, с левой стороны получится минус. То есть у нас производная отрицательная, положительная. Значит, функция сначала убывает, потом возрастает. Бывает, возрастает, получается ямка, значит четверка это действительно точка минимума. Мы в этом убедились и теперь с такой натушой в ответ пишем 4. Так, еще раз. Самое главное, вот в начале потренироваться, находить производную произведения по формуле. А дальше уже дело техники решать уравнение. Это как бы отдельная история, уже надо было научиться решать уравнение. Вот. Но давайте зато обсудим, как можно такой пример было решить гораздо короче. Можно в самом начале подумать, что у нас х умножается на корень из х. И вспомнить, что корень из х можно записать в виде числа в степени. Это х в одной второй. Тогда х в первой степени умножается на х в одной второй. Числа умножаются, а степени их при этом складывают. Получается, х в степени 1 плюс 1 вторая, то есть х в степени 3 вторых. И тогда, если у нас начальная функция записана в таком виде, х в степени 3 вторых минус 3х плюс 1, от нее производную находить гораздо проще. Нам, возможно, нужно пользоваться этой формулой. У нас первая располагаемая просто х в степени m. Производная от х в степени n. Это n на х в степени n минус 1. Получается, ух 3 вторых умножить на х в степени 3 вторых минус 1 минус 3. То есть у нас получилось, ух равно 3 вторых. Х остался в степени 1 вторая. То есть это корень из х. Минус 3. И вот эта вот наша производная, она равна нулю. То есть мы, пропустив несколько строчек сложных подчислений, преобразований, сразу попали сюда. И дальше все точно так же решается. Корень из х равен 2, х равен 4. И эта точка минимума, опять 4. И, наверное, примеры стали чуть-чуть посложнее, чем в прошлом видео. Но мы переходим дальше. Производная дроби. Одна функция f поделена на другую, g. Форма очень похожа. f' производная числителя умножить на g, на знаменатель. Только минус r числитель умножить на g' производного знаменателя. Дробь остается из знаменателя g в квадрате. Знаменатель в квадрате. Тренироваться в примере формулы лучше всего на тангенс. Тангенс х тоже включается в отдельных примерах на производном. Нужно формулу эту будет заполнить. А пока мы ее вводим, доказываем, как она получается. Ведь тангенс это синус, деленный на косинус. То есть одна функция делится на другую. Отпишем подробно по формуле. Сначала идет f' производная числителя синус х'. Умножить на знаменатель на g на косинус. Минус синус х на числитель на производную знаменателя косинус х'. Все поделено в косинус квадрате х. Теперь от этого находим производную. Производная синуса это косинус. Получается косинус умноженный на косинус. Минус синус х умноженный на производную косинус. Производная косинуса это минус синус х. Минус и еще минус из производной. Получается плюс синус умноженный на синус. И все поделим в косинус квадрат. Замечаем, что это косинус в квадрате плюс синус в квадрате. И наконец замечаем, что у нас в числителе написана формула такая. Основное тригенетическое тоже, что косинус квадрат плюс синус квадрат всегда равна единице. Получается единица, деленная на косинус квадрат х, производная от Таннинса, которую нужно себе тоже запомнить, написать ее в шпаргалку и выучить. Но и уметь ее доказывать, применяя формулу производной от дроби. Потренируйся, найди производную от Катаминса х. Помни, что Катаминс это косинус, деленная на синус. Ставишь паузу, считаешь, и у тебя должно получиться минус единица, деленная на синус квадрат х. Тоже нужно ее запомнить. А перед тем, как решать пример, осудим еще один момент. Производная от х куби, деленная на 3. Мы вроде бы выяснили, что такую производную мы находим, сказав, что это 1 третья умножена на х куби. Тогда получается 1 третья 3х квадрата, просто х квадрат. Но можно сказать, что это была дробь, и тогда делать в формуле дроби х куб делить на 3. Входим по правилу производной дроби. Производная числителя. Производная от х куби 3х квадрата умножена на g на тройку. Минус х кубе числитель умноженный на производную знаменатель. Производная от тройки, тут надо внимательно сказать, что производная от тройки от числа это 0. Поэтому здесь 0. И все делится на тройку в квадрате на 9. Получается 9х квадрат поделено на 9. То же самое х квадрат в любом случае должно получаться одинаково. Но вот так гораздо дольше. Поэтому так никогда не делаем. Надо подумать, что так делать-то тоже можно. Производная от тройки это 0, поэтому должно получаться правильно. В примерах, конечно, надо говорить, что это число умноженное на функцию. И тогда получается х квадрат. Еще один такой же случай, когда у нас 4 поделено на х. Правильно и лучше делать, говоришь, что это у нас 4 умноженное на 1 на х. И тогда получается производная минус 4 делено на х квадрат. Но мы опять это вот допустим не заметили или не знаем. И тогда делаем по формуле дроби. Производная от четверки это 0 умноженное на х. х минус 4 умножить на производную от х на 1 делить на х квадрат. Получается теперь самый минус 4 делить на х квадрат. Такой же ответ. Главное для себя подумать, что так делать тоже можно. Но лучше делать за счет того, что мы говорим, что у нас какое-то число умноженное на функцию. Число умноженное на функцию. То есть, если у нас y это функция, это начальная функция, которую нам дали. Если у нас здесь стоит какое-то число сверху, а снизу функция. Мы говорим, что число умноженное на 1 деленное на f от х. Если у нас стоит f от х на что-то деленное на число, то мы тоже говорим, что это 1 четвертая умноженная на f от х. А вот если у нас y это какая-то именно функция с х сверху и функция с х снизу, тогда у нас никаких других вариантов нет. У нас одна функция делится на другую. Делаем мы строго по формуле f делить на g. Подумаем об этом и смотрим на номер 8. Номер 8. y равно x в квадрату из 25. Все деленное на x. Нужно найти наименьшее значение. Функция на отрезке от единицы до десятки. У нас функция равна дроби. В числителе есть х, в знаменателе есть х. Значит нужно делать по формуле дроби. Напишем все очень подробно. y штрих. Производная от числителя. Как мы напишем x квадрат плюс 25 штрих умножить на знаменатель на х. Минус числитель. Обязательно вспомнил x квадрат плюс 25 умножить на производную от знаменателя. На х штрих. И на х квадрат. Считаем производные. В этой скобке производная 2x плюс 0. То есть 2x умножить на х. x квадрат плюс 25 не трогаем. Производная от х единица. То есть получается минус скобка x квадрат плюс 25 умноженная на 1. Уберем на х квадрат. Скобки здесь нужно обязательно. Если их забыть, то как раз тогда получится неправильно. Будет не минус 25, а плюс 25. Ничего не решится. Мы скобки раскрываем. 2x квадрат минус x квадрат минус 25. Бедить на х квадрат. Получается x квадрат минус 25 делено на х квадрат. Производная нашли. Приравним ее к нулю, чтобы найти точку экстремума. x квадрат минус 25 делено на х квадрат равно нулю. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, знаменатель не равен нулю. Значит у нас знаменатель x не равен нулю, а числитель не получается x квадрат равен 25. То есть x равен плюс минус пятерки. Две точки экстремума. Мы понимаем, что у нас минус пятерка не попадает в интересующий промежуток. Единица с десятки попала только точка 5. Значит нам нужно посчитать значение функции пятерки, у под пятерки, и в краях промежуток единицы и в десятки. Считаем аккуратно в каждом случае, пятерку подставляем функцию 5 в квадрате 25 плюс 25 делить на 5. 25 плюс 25 делить на 5. Десятка делить на 5. 10. Единицу подставляем. 1 в квадрате 1 плюс 25 делить на 1. 1 плюс 25 делить на 1. 26 на 1. 26. И десятку подставляем. 10 в квадрате 100 плюс 25 делить на 10. Получается 125 деленное на 10. Это 12 целых и 5 десяток. Можно стичь и дробь прицель. Получились три значения функции. Мы их между собой сравниваем. И видим, что как раз мы с десятками имеем значение. Как и должно быть в примерах ЕГЭ, ответ получается в точке в экстремуме, которую мы нашли. Все хорошо. Ответ 50. Думаю, тут все понятно. Даже вопросов быть не должно. Переходим к сложной функции. Так, что же такое сложная функция? Откуда она вообще появляется? Мы умеем находить производную от, например, 2х плюс 7. Штрик, такая производная равна 2. Умеем находить производную от 6 степени. 6х5. Просто все делаем по табличке. А вот если нам нужно найти производную от 2х плюс 7 в 6 степени. Такой заготовки, производной от 2х плюс 7 в 6 степени, у нас нету. Это проблема. Чтобы найти производную, мы привыкли делать все по формулам из таблицы. И вот это появляется сложная функция. Надо понять, что у нас функция внутри функции. То есть, если бы ты захотел посчитать такое значение при каком-то х, например, при х равном двойке. Мы бы сначала посчитали внутри 2х2 4, плюс 7, 11, посчитали значение в скобках. А потом получившееся выражение возводили в 6 степень. То есть, сначала работает одна функция, считает значение в скобках. А потом работает другая функция, значение возводится в 6 степень. Функция внутри функции. И чтобы находить производные от таких выражений, по началу будем делать так. Ищем производную и делаем замену. Обозначаем вот то, что было внутри, за букву Т. То есть, Т 6 и от этого производная. Производная Т 6, ну это 6, Т 5. И тут самая главная фишка сложной функции. Мы находим производную и умножаем на производную того, что было внутри. То есть, умножаем на Т штрих. Так мы писали Т штрих, производная того, что было внутри, обозначена за Т. Теперь вспоминаем, что мы взяли за Т. Т 6, вместо 3 у нас скобка 2х плюс 7 в пятой степени, пятерка. И еще нужно умножить на производную вот самой скобки. 2х плюс 7 штрих. Производная 2х плюс 7 это двойка. Остается написать 6 на 2х плюс 7 в пятой степени умножить на 2. Ну и еще можно 6 и 2 перемножить на 12 на 2х плюс 7 в пятой степени. То есть, у нас была функция внутри функции. Мы то, что внутри, обозначаем за букву Т. Находим обычно производную, но самое главное вот здесь мы умножаем на производную того, что было внутри. Потом вспоминаем, что такое Т. 6 на 2х плюс 7 в пятой и на производную 2х плюс 7 в штрих. Ее посчитали, двойка и написали ответ. Потренируйся. 3х минус 4 в десятой степени производной. Вот такого выражения. Ставишь паузу в производную. Проверяем. Уменим на Т в десятой производной. Здесь Т в девятой умножить на Т штрих. То есть, здесь на 3х минус 4 в девятой умножить на производную. Еще подробнее напишем. 3х минус 4 в штрих. Производная от этой скобки. Еще получается тройка. Итого 30 на 3х минус 4 в девятой степени. Готово. Никаких формул, страшных как в учебнике, писать не будем, потому что тут толку нет. Не очень понятно, что он не написан. Лучше разберем много коротких примеров и потонируемся. Самое главное нам умножать на производную того, что было внутри. Так, еще пример. Производная от корня из х в квадрате минус 3х. Опять нужно сначала вспоминать производную, от чего мы умеем находить. Мы умеем находить производную от корня из х и умеем находить производную от х в квадрате минус 3х. А здесь у нас выражение и потом из него корень. То есть у нас сложная функция внутри х в квадрате минус 3х и в нее корень. Пока думаем, что это корень из t в штрих. Производная от корня 1 делить на 2 корня из t. И по правилу сложной функции умножаем на t в штрих. Оп, теперь пишем. 1 вместо t у нас вот это все выражение. Делить на 2 корня из х в квадрате минус 3х. И умножить на производную х в квадрате минус 3х штрих. Равно. Х в квадрате минус 3х это 2х минус 3х. И делить на 2 корня из х в квадрате минус 3х. Готово. Тут надо еще подумать, что в принципе вот этот шаг, когда мы заменяем на t и в таком виде пишем, его можно пропускать, если все понятно. То есть то, что я подчеркиваю красным, можно делать в уме. То есть мы хотим найти производную от корня из чего-то. Производная от корня это 1 делить на 2 корня из того, что там было. И еще умножить на производную того, что было внутри. Того, что было под корнем. А так сразу написать. 1 делить на 2 корня из того, что было умножить на х в квадрате минус 3х от этого штриха. Получается 2х минус 3. Нашли производную сложных принципов. В принципе, вот этого могло бы и хватить на экзамене. Но лучше разобрать еще пару примеров посложнее. Еще пример. Синус х в квадрате. Это производная. Умеем находить производную синуса. Вот такой синус. Умеем находить производную от х в квадрате. 3х в квадрате. Но не умеем находить производную от синуса х в квадрате. Таких формул нет. Поэтому это сложная функция. Внутри стоит х в квадрате. Сначала он вычисляется. А потом находится синус такого значения. Поэтому это синус t от этого штриха. Получается косинус t умножить по правилу формы функции на t штрих. Косинус того, что было раньше, косинус х в квадрате. Умножить на производную того, что было внутри, производную от х в квадрате. 3х в квадрате. Ну и лучше написать в том виде дисковок 3х в квадрате умноженное на косинус х в квадрате. Подумай над этим примером. И потренируйся на косинусе 7х. От него производная пауза. Теперь косинус 7х, таких формул нет. Бывает только косинус просто х. Косинус х, косинус t. Значит мы делаем замену. Косинус t. Входим в производную косинус минус синус t умножить на t штрих. Получается минус синус 7х. Того, что было раньше. Здесь было t. t это 7х. Минус синус 7х умножить на производную от 7х на 7. Напишем минус 7 умножить на синус 7х. И последний, самый сложный пример. Чтобы сравнить вот это и такой пример. Синус кубик х. Здесь был синус х кубик. А теперь синус кубик х. То есть у нас сначала синус, а потом он кубик. Можно было даже вот так. То есть синус х кубик х кубик. И от этого производная. Тогда у нас сначала t в кубик. Производная 3t квадрата на t штрих. 3 вместо t у нас синус. 3 синус в квадрате х. t в квадрате синус в квадрате х. Умножить на t штрих. За t в первом собозначе сам синус. Умножить на 8х. Может быть это тебя немного запутает. Но подумай над этим, этим и вот этим. Теперь переходим к примерам из ЕГЭ. Номер 9. y равно х-2 в квадрате умножить на скобку х-4 плюс 5. Нужно найти точку максимума. Пример этот можно сделать очень разными способами. Например, самый примитивный способ был бы взять сначала функцию преобразования. Взять эту скобку, возвести в квадрат по формуле а-b в квадрате. Получилось бы что-то умножить еще на скобку х-4. Дальше взять скобки перемножить. Тут получалось бы х в кубе. Еще какие-то слагаемые. Долго перемножать скобки. В конце плюс 5. Наконец, привести все подобные слагаемые. И останется там что-то х в кубе. Минус 8х в квадрате. Сколько-то х. И плюс какое-то число. Плюс 16. И когда у нас функция была бы записана в таком виде, от нее производную было бы искать очень просто. А дальше. От нее производную было бы искать очень просто. Но мы так делать не будем. Будем тренироваться находить производную от произведения и от сложной функции. Ведь в первую очередь у нас одна функция умножена на другую функцию. Значит нам нужна формула f на g. y' равно... Чтобы написать f штрих, это х минус 2 в квадрате, тут сложная функция. Что-то в квадрате. Вот это мы находим производную. Получается 2 умножить на х минус 2. И умножить на производную того, что было внутри. Производная от скобки х минус 2 это единица. То есть это вот 2t на t штрих. Но больше так уже не пишем. И все вместе, вот это у нас f штрих. И еще надо умножить на g на х минус 4. Плюс f, функция изменения х минус 2 в квадрате. Умножить на g штрих, производная от х минус 4 на единицу. В итоге, у штрих получается равна 2 на х минус 2 на х минус 4 плюс х минус 2 в квадрате. Здесь уже многим хочется скобки перемножить, скобку из этих квадрат, провести подобные слагаемые и начинать считать дискриминат. Тоже путь решения, но мы еще сделаем по-другому. Заметим, что у нас есть общий множитель выражения х минус 2. Здесь есть х минус 2, и здесь есть скобка х минус 2 в квадрате. Поэтому можно скобку вынести за скобку. y штрих равно х минус 2 вынести за скобку. От первого слагаемого осталась двойка и скобка х минус 4. От второго слагаемого было х минус 2 в квадрате. Одну скобку мы забрали, а скобка х минус 2 еще осталась. y штрих равно х минус 2. Здесь уже скобки раскроем, подобные слагаемые приведем. 2х минус 8 плюс х минус 2. Получается в итоге наша производная y штрих. x минус 2 на 3х минус 10. И вот эти скобки мы уже раскрывать совсем точно не будем. Ведь мы хотим решить уравнение, производное, равное 0. А у нас уже пример отложено на множители. Произведение равно 0, когда или здесь 0, или здесь 0. И у нас отлично считают в корне. В первой скобке х равен двойке. Во второй скобке десятку перенесли на 3, поделили. И 2 равно 10 третьих. Нашли точки экстремума. В задании нужно найти точку максимума. И глядя на 2-3 числа, 2 и 10 третьих, уже можно сказать, что ответ 2. Потому что 10 третьих действительно дробь не переводится. И в ответ ее записать нельзя. Но мы сделаем аккуратно. Потренируемся. Нам нужны знаки производных. Y штрих. Корни обязательно надо всегда отмечать в порядке возрастания. Подумать о том, что 10 третьих это 3 целых 1 третья. Больше чем 2. Поэтому у нас двойка слева. 10 третьих вправо. Если корни перепутать местами, то и ответ получаться будет неправильным. Точки поставили. Думаем про знаки производных. Удобно как раз, например, размножить и можно методом интервала пользоваться. Берем какое-нибудь число. 100, 500. Большое число берем, подставляем. В этой скобке плюс. В этой скобке плюс. Плюс на плюс умножился. Получился плюс. Отсюда надо взять какое-то число. Между двойкой и 10 третьих. Здесь как раз живет 3. Подставляем 3. 3 минус 2 плюс. 9 минус 10 минус 1. Здесь плюс. Здесь минус. Значит в среднем промежутке получается производная отрицательная. И отсюда берем нолик. 0 минус 2. 0 минус 10. Минус умножается на минус. Плюс. В левом промежутке плюс. Плюс. Минус. Плюс. Значит пункция возрастает. Убывает. Возрастает. Вот он максимум. Точка 2. Как и мы заранее тут положили. Ответ. Двойка. Можешь потренироваться. Решить всеми способами, которые я тут упоминал. Скобки раскрыть вначале. И вот в этот момент раскрыв скобки и решить потом квадратное уравнение. В любом случае ты придешь к тем же самым корням. Первый корень. Второй корень. Но полезно. Всегда тренироваться вносить скобки. Да. За скобки. Множители и примерно множители раскладывать. Это пригодится еще когда будем неравенство решать. Переходим дальше. Последний десятый пример. У равна корень из х квадрата на 6х плюс 13. Найти точку минимума. И уже легко можешь его решить сам. Ведь это всего лишь сложная функция. У равна корень из х квадрата на 6х плюс 13. Числитель попадает в производное от этого выражения. 2х минус 6. Приравнив к нулю. Дрог равна нулю. Когда числитель равен нулю. Назадим не равен нулю. 2х минус 6 равно нулю. Разменяйте потом подумаем. Х равен тройке. Никакого тут записать не будем. Если очень хочется, можно взять, сделать проверку. Их сюда подставить. Убедиться, что нанятие не было. У нас получилась одна точка. Точка минимума. В ответ надо что-то писать. Значит, в ответ идут 3. Но все равно проверим, что это действительно минимум. Тройка. Берем четвертую. Подставляем в производную. 2х4. 8. Минус 6. Положительное значение. Здесь плюс. Берем двойку. 2х2. 4. Минус 6. Минус. Здесь получается минус. А в знаменателе и там, и там положительное выражение. Поэтому знаки не такие. Минус плюс. Функция убывает. Потом возрастает. Получается упадина. Значит, действительно точка минимума. И ответ. 3. Готово. Подведем итог. Мы научились находить производную функцию. Мы научились адресу. Выписался в шпанкалку. Все формулы надо учить упоминать и упоминяться и упоминять. Мы научились решать два типа примеров, в которых нужно искать точку минимума или максимума. Когда мы находим производную, решаем уравнение и смотрим на знаки производной на промежутках. Плюс, минус, плюс или минус, плюс, минус иногда получается. Смотрим, как функция возрастает и бывает возрастает. Выбираем максимум или минимум точку и к спичам ответ. В заданиях, когда нужно находить наибольшее и наименьшее значение функции на отрезках, вначале то же самое и производное, уравнение и точку экстремума, которая попадает, играя промежутку, мы подставляем функцию, считаем, выбираем наибольшее и наименьшее значение, догадываясь о том, что ответ должен получаться в точке экстремума. В этом видео поговорили про производную произведения, дроби и сложные функции, которая никакая уж и сложная оказалась. На этом примеры с производной на самом деле еще не заканчиваются. Бывают еще вот такие номера с экспонентой, буквы е и логарифмом, но чтобы их решать, нужно сначала логарифм пройти. Поэтому несколько следующих видео будут как раз про логарифмы, будем учиться их решать, считать и решать логарифмические уравнения. А тебе остается домашнее задание, оно есть по ссылке в описании и крутая возможность задавать любые вопросы в комментариях на ютубе. Обязательно ей воспользуйтесь. На этом все. Счастливо!